День добрый, друзья мои. Вас приветствует глава семьи Колобков. За последние два неспокойных года мы с моей семьей на автомобиле выехали из Одессы и обколесили 17 европейских стран в поисках рая. Вы знаете, рай пока не нашли и близко, но мы катимся дальше. Мы намерены выяснить, что там происходит в этой Европе. Есть ли этот рай на самом деле, и возможно он и есть, но они такие хитрые, эти европейцы, и они припрятали его для себя. Друзья мои, сегодня мы поговорим о различиях между молдаванами, украинцами и захватим еще и россиян. Вы спросите, почему их? А потому что, смотрите, сейчас попахивает войной в Молдове, в Приднестровье, и вполне возможно весь этот поток беженцев, как и был, когда началось все на Украине, поток беженцев хлынул. Получается, поток беженцев из Украины хлынул в две стороны, направо и налево. Приблизительно в равных долях. Что будут делать наши соседи молдаване? Смотрите, говорят, говорят, вот я так слежу за новостями. Вполне возможно, что Европу их не пустят, потому что они там уже были давно в роли рабочей силы. Их там знают, их не сильно и любят, если так откровенно говоря. Есть нации поработоспособнее. Да и по большому счету не в этом дело, а дело в том, что они должны воевать. А молдаване ж такие люди. Они по подвалам попрячутся, допьют свое вино бочками, которое там лежит, и решат уезжать. Ну, вино закончилось, смысла тут ловить нема. Ну, ловить смысла нема. Вернусь, когда будет следующий урожай винограда. И они разъедутся. Поэтому европейские буржуины, которым очень нужна война, войнушка, которые ее разжигают, вполне возможно, и не пустят молдаван. И тогда молдаване поедут на Украину. И вы знаете, это то, о чем я хочу сейчас говорить. Как же встретит братская дружественная Украина? Кстати, молдаване украинцев встретили очень позитивно. Я лично не был в Молдавии, но мне писало много людей, что... Ну, им помогли даже государство Молдавии там какое-то жилье снять. Понятно, Молдавия самобедная, никто там пособие украинским беженцам не платил. Хотя, возможно, я не прав. Я не владею информацией, я никогда не говорю то, чего я не знаю. Но вот несколько человек, в принципе, были довольны. Они как моряки, они до сих пор там в Молдавии. Почему в Молдавии, спросил я? Потому что, говорит, семья с Одессы ездит к семье ближе. Ну, и, в принципе, им все нравится. Язык почти тот же, ментальность та же, для моряка продукты дешевые. Ну, в принципе, в принципе, то же самое, одно на одно. Но, я думаю дальше, смотрите. Когда я говорил о украинцах, что когда началась война, украинцы одни поехали налево, другие поехали направо. И, смотрите, те, кто поехал направо, на восток, их там что-то 6 или 8 миллионов. Ну, то есть это очень существенно, это почти половина. Вот. Я в одном из своих видео говорил, что, ну, у меня нет по ним информации, я не могу говорить. Ну, то есть они как бы там затихарили все, да, в России, сидят украинские беженцы. Может, их там мучают, может, их там пытают, может, их похитили. Может, там такая цензура, что им запрещают вещать оттуда. А если они что-то начинают вещать, то они исключительно должны позитивное говорить. А если он скажет что-то негативное, ну, на плаху, обезглавить. Ну, традиции такие нынче на востоке. Ну, варвары, обезглавить. А нет, друзья мои, вы знаете, после того видео со мной связались очень много людей, и они сказали, а ты знаешь, ну, есть там определенные там украинцы, которые там поехали в российские города, они там ходят, вот, трусят теми камерками, гоупрошечками, блин, по бульварам, да повесям, и снимают блоги свои, блоги свои. Ну, их особо никто и не смотрит. Там Беженка из Харькова, Беженка из Херсона. Ну, именно иди работай, Беженка. Ну, ты приехала там блогеры везти, едь в Америку, там сними Кенсингтон. Так вот, и эти россияне, украинцы, которые в России написали мне, говорит, а что нам, зачем нам что-то рубить? Говорит, мы поехали, и нам дали то-то, 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 и мы работаем. Говорит, а что нам, ну, повторюсь, есть кое-какие там блогеры, блогерши, там, украинские беженцы в России, но они говорят, ну, нам нет времени до этих вот там писать в группах, куча комментариев, ну, мы работаем. Нам дали возможность работать, дали какие-то сертификаты 3,5 миллиона на какую-то квартиру, я не совсем понял. Один чудак мне написал, что там у него трое детей, и там на тех детей такие суммы ему дали. Ну, я честно говорю, ну, не верю, не верю. Ну, я не готов верить кому, первому попавшему, если что-то там 500 тысяч на первого, 800 на второго и полтора миллиона на третьего. Я этот скриншот жене скинул на Viber, ну, мы были в тот момент не вместе, не рядом. Говорю, ну, быстро проверь, говорю, даю тебе там час. Ну, не знаю. Короче, ну, поэтому информации у меня нету, поэтому я тут не собираюсь ничего, как говорится, говорить по этому поводу. Но, тем не менее, люди на связь вышли, люди дали отчет, что, в принципе, ну, нас никто не притесняет. И, что самое главное, даже эти все люди говорили не о материальных благах, а о том, что местные жители к ним настроены позитивно. Вот. Позитивно и с разных городов. Там какой-то с Питера мужик написал, один с Москвы, другой там, Виталик, он где-то там за Барнаулом, третий с Дальнего Востока. То есть каждый написал свою историю, попросили публично не разглашать, ну, потому что это личное. И, в принципе, в принципе, все пристроились, ну, понятно, там, миллионы долларов они не зарабатывают, ну, все работяги пристроились на нормальную работу. Зарплата, кстати, даже побольше, чем в Украине, они мне там цифры называли. Где-то глядишь за штучку долларов. И, в принципе, в принципе, ихняя цель, там, наверное, они уже там хотят квартиру свою, наверное, плюс какой-то там сертификат есть. Это, так я понимаю, там, одна пятая этой квартиры. Они собираются работать, им нет времени, там, языками трусить в сети. Поэтому я себе такой вывод сделал, да, что их там не бьют. Не бьют и не унижают. Вот. Это одно. Это мы сейчас, вот этот мой вывод, я его храню в голове. А вот я задумался о молдаванах, которые, о молдаванах, которые, если начнется, и Европа им закроет ворота, они побегут, ну, тоже, как иди украинцы, направо, на восток. Потому что налево Европа закрыта. Ну, это если лицом к ним стоять, к молдаванам. Мы можем, конечно, стать спиной к молдаванам, и тогда им будет лево-направо, наоборот. Ну, давайте не будем показывать пятую точку молдаванам, как-никак это люди. Человек живой, с душой, как говорится. Так вот, что же ждет молдаван, молдаван на Украине? И мы должны не забывать то, что молдаване встретили дружелюбно украинцев. Нормально, скажем так. Ни с пирогами, ни с песнями, а, возможно, и с песнями, ну, как говорится, не знаю. Но дружелюбно. Никто мне на молдаван не жаловался. То есть нормально. Мы не будем ни приукрашать, ни драматизировать. Меня лично интересуют сухие факты. Вот я для себя уже картину выстроил, да? Украинцы поехали направо, в принципе, не побили их, там, морду не набили, там, не раскулачили, работу дали, там, ну, и, в принципе, не обижают, не оскорбляют. Те, что поехали налево в Молдавию, тоже, в принципе, ну, я сейчас говорю исключительно за Молдавию налево. Я не говорю за другие европейские страны, Румынии, Болгары. И там это другая песня, другая история, другая пьеса. Мы сейчас туда лезть не будем. Но, то есть, в принципе, моих побратимов, украинцев, никто не притеснял. Вот это мы должны зафиксировать. А теперь мы вернемся к соседям молдаванам. И что же их ждет, если они будут вынуждены, ну, то есть, у них останется только коридор направо, на восток, в Украину. Ну, например, там, да, что с ними там граничит? Ну, все закрыт, Европа не запустит. И вот вынуждены они будут бежать в Украину. Ну, друзья мои, печально будет вам, скажу я вам так. Да, друзья мои, ну, я кого-то разочарую. Кто-то надеется на ответная благодарность, на гостеприимство. Не будет этого. Не будет, обещаю. Ну, я вам не то, что не обещаю. Я не собираюсь там быть и это все делать, то, о чем я сейчас буду говорить. Но я отвечаю за свои слова. Я знаю, что я говорю в этот момент. И знаете, почему не будет хорошо? О, объясню, объясню. Смотрите, Одесса граничит, ну, очень близко к Молдове. Очень много молдаван в Одессе. Ну, там даже там в горсовете в Одесском есть молдаване. Депутаты молдаване. Ну, все знают молдаване. Это там, ну, каждый, наверное, соте одессит молдаванин. Ну, то есть... И что я вам скажу, друзья мои? Они сильно и любят одесситы молдаван. Не сильно и любят. И не сильно так и уважают. И уж явно не на равных. Это я вам точно говорю. Уж явно не на равных. А в некоторых случаях слово молдаван это прям оскорбление. Почему так пошло? Я не буду обобщать всех молдаван. Ну, очень много работяг, молдаван, оттуда, которые приезжали, работали на стройках. Компетенции у них не было там особой. Они там, понятно, не самые высшие специалисты. Ну, и так работали там. Тяп-ляпка, Кравшан с жумшутом. И плюс они не хитрые. Они там кое-где даже глупы. Их, понятно, дурили работодатели, бригадиры украинские. Там брали бабки. А, ты плохо сделал. Там, да иди, говорит. Иди на поджопник дал. Едь домой там. Ну, жаловаться тут никому не будешь. У меня кум участковый плюс второй кум боксер. То есть, либо тебя посадят, либо побьют. Ну, вариантов у тебя нет. Езжай в свою Молдову. Ну, то есть, очень много я знаю фактов, что с ними непорядочно. Это конкретно, я говорю, за строителей. Не сильно с ними так хорошо поступали. Ну, и плюс, среди них, вы же понимаете. Из Молдавии гастарбайтерам уезжали не самые успешные. Самые нормальные, успешные молдаване. И они не заслуживают оскорблений никаких и притеснений. Они себя нормально реализовали, сработают там. Кто бухгалтером, кто врачом, кто там вообще в Европу поехал. И нормально там где-то в какой-то Исландии работает. Да, тяжело, да, климат тяжелый. Но бабки высылает ежемесячно там какие-то 2000 евро. И там за пару дом себе уже виллу построил. Ну, то есть, и все у него нормально. Ну, вот те молдаван, что я видел, ну, вот такие, знаете, которые там поехали не в Европу. Хотя, кто умнее, наверное, из молдаван поехал в Европу. Там хоть зарплаты выше. А в Одессу, в Украину. Там зарплаты, понятно, выше, но не в разы, как по сравнению с Европой. То есть, украинцы сами уже готовы продавать себя, ехать куда-нибудь на бирже вакансий. Лишь бы чуть-чуть больше заработать. Поэтому, друзья мои, это так. Я говорю, внутреннее отношение к молдаванам. Ну, как к младшему брату, вот так, чтобы объективно сказать. Не как к равному, как к младшему, но тем не менее к брату. Это не какие-то там, знаете, там, с Восточной Азии, с ближней, что и языка не знает. Это просто такой вот, ну, младший братик, ну, как бы младший. Старший всегда, как бы умнее, как старший. Но, друзья мои, это было отношение. А что же будет, когда эти, там, я не знаю, тысячи, десятки тысяч, не дай бог, сотни тысяч, не дай бог, вообще это случится. Но что будет, если эти сотни тысяч вольются на территорию Украины, где сейчас уже очень злые люди. Невероятно злые люди. Злые и бедные. Я их понимаю, я им сочувствую. Эти ракеты, эти тревоги, эти беспределы ТЦК. Жизнь все дороже. Ну, это стрессы такие. Я полгода это выхватил, да я там, наверное, там одна пятая моей головы посидела. А что, я молчу за тех, кто больше двух лет. Мне жалко этих людей. Ну, это просто, это стресс. Это стресс, который безвразвратно усиливает все внутренние заболевания. И провоцирует их. Ну, мне очень жалко этих людей. Я очень хочу, чтобы все это быстрее прекратилось. Ну, что будет с молдаванами, друзья? И это будет им печально. Смотрите. Ну, я не знаю, друзья. Ну, ничего хорошего не будет. Почему? Потому приведу один простой пример. Это касается украинцы, как поступили с украинцами. Я в одном из там, пять видео назад, я уже все и не помню. Я приводил пример про Санжары, друзья мои. Когда началась вот эта вся ситуация в 20-м году, и все мы сидели дома. Вы же понимаете, слова эти нынче нельзя говорить. Демократия. И демократия нас окружила и наступила, да, друзья мои. И нельзя говорить эти слова на букву К. И мы не будем их говорить, провоцировать именно эту... Так вот. И тогда украинцы из Китая, из Уханя прилетели. Их там как-то посольство, я даже не знаю. Может, еще и не удивлюсь, если какая-то соседняя страна вывезла братских украинцев к ним в Украину. Ну, изоляция начиналась. Все нормальные страны своих граждан вывозили, как говорится, из эпицентра, из очага. И их вывезли, ну, их там еще проверили перед выездом. Они все оказались нормальными. Ну, слава богу. Их посадили на один борт, еще раз протесты взяли, все нормально. Летели они, летели там десятки тех часов, прилетели их, еще раз обсмотрели. Каждому в ротик заглянули, с гланды, со скоб взяли. Ну, все четко там. Полипы в носу тоже отскоблили, под микроскопом посмотрели. Ну, все нормально. Ну, нормально и все. Вернулись люди. Ну, как, говорите, знаете, береженого бог бережет. И их решили на две недельки в какой-то лагерек, пускай еще посидят. Ну, поначалу все же испугались. Поначалу все думали, что это правда. Ну, повелись, повелись. А теперь, а теперь, а теперь они все поняли, что это было. Но за то, что было, надо морды бить, друзья мои. Я вам так скажу. Мне очень понравилось видео. Мне не один уже подписчик прислал. В телеграме, кстати, у нас группа появилась, семья Колобков. Туда могу скинуть. Жители Италии. Да, я их характеризовал как бедные, но гордые итальянцы, которые еще имеют ядра. Они нашли своего члена правительства, который уж очень зверствовал в те недалекие годы. И очень всем хотел сделать, вы понимаете, три раза прямо каждому итальянцу он хотел сделать и сделал многим. И Италия была одна из лидеров по количеству смертности, потому что там очень много пенсионеров. Иммунитет же там уже не такой сильный. И вот эти здравые там итальянцы еще не все подурели. А потому что легалайза нету, слава богу. Ну, в общем, они пришли под дом к тому министру и начали ему напоминать. Воу, Василий, ты там призывал нам делать с нами это по три раза. Ну, и они теперь его ходят за ним и преследуют. И преследуют. Я скину, друзья мои, в группу, в телеграм. То есть они не забыли, они не простили, и они его преследуют. Так вот, друзья мои, когда мои земляки прилетели из Китая, из Уханя, их отправили в Санжары, в этот лагерь, там отдельный горнолыжный какой-то. И не важно, какая это область, друзья мои. Мне там после того ролика, наверное, 300 комментариев, что это не западная Полтавская область. Да какая разница, я что, об области говорю? Я говорю о Санжарах. Где они есть, там они есть. Ну, там они и будут, я же против землетрясений, чтобы что-то сдвигалось куда-то. Так вот, друзья мои, и что же их привезли? И что же случилось, друзья мои? А случилось непоправимое, непоправимое стадо, масса взбунтовалось. Да кого вы нам привезли? Это не наши, это не наши. Бо они были за границей. Наши за границу не ездят. Да тем более у Китая. Мы по Китаю что знаем? Ну, только что по телевизору показали. И что было, друзья мои? И я даже не знаю. Вы просто, если вобьете в Ютубе слово «Новые Санжары», там, «инцидент», вы ужаснетесь, что было, друзья. Ужаснетесь. Была битва. Битва полиции, которая сопровождала этот автобус теми несчастными, замученными украинцами, которые с дороги, которых уже 48 раз проверили, там уже, блин, уже мазки с попы взяли. Ну, чистые, свежие люди. Ну, то есть они не заражены. Нет. Их не пускали. Их местные жители тех Санжар. Вот есть кто-то там сейчас в Санжар? Не стыдно вам? Вот кто там бился? Кто те автобусы закидывал камнями? Те перепуганные люди? Ну, вот представляете, украинцы после этого стресса, перенесенных несонных ночей, прилетают к себе на Украину. Им сообщают, что вы должны теперь две недели сидеть там, где-то в отеле. И мы будем ждать, ну, кто из вас умрет, ну, а кто не умрет, поедет домой. То есть они в этом стрессе, раз, ну, смирились, а варианта им выбора не дали. Все, они в тех автобусах, там, несколько тех автобусов едут, подъезжают к селу, и они видят, что они видят? Друзья, земляки, хлеб, соль. Нет, они видят баррикады и видят таблички. Проваливайте в ад. В ад. В ад. Они, ну, понятно, охренели. И потом начала полиция, там, уже приезжал. По-моему, даже Аваков туда приезжал, друзья мои. Это есть в Ютубе. Там куча роликов по три минутки, посмотрите, граждане Молдавии, посмотрите. Посмотрите, что вас ждет. Вот туда посмотрите. Мне не надо верить. Ну, можете мне не верить, ну, хотя я никогда ни разу слова не знаю. На каждое слово я отвечаю. Ну, вы посмотрите туда, введите новые санжары, и вы увидите, что вас ждет на Украине. Я вам скажу, это жесть. Те люди с вилами на автобусы, на, ну, спецназ приехал, разгонять этих людей, пропустите. Мы отвезем их в санаторий, они сказали, там будут специальные медики, которые с ними там будут закрытыми сидеть. Они идут, они не будут вам гулять по селу, это изоляция. Ну, никто и вам их не пустит, не бойтесь. Тем более, этот санаторий, ну, в горах, далеко от села, этих санжар. Новые, старые, там, средние. Блин, нет, они именно баррикады. Шины горят, коктейли молота. Там, блин, БТРы туда приезжали, друзья, БТРы. Министр МВД приезжал, успокаивал их, говорит, угомонитесь, люди. И там есть интервью этих людей, которые, нет, мы не пустим, это не наше, они были за границей. Нашей булочной за границу не ездят. Ну, вы вздумайтесь. Это мрак, это мрак. И вот, друзья, вот это элементарный пример разницы, разницы украинцев и россиян. А для россиян мы, это как для нас молдаване. Вот это именно зеркальное отражение. Страна меньшая, страна бедная. Украинцы, для украинца молдаванин, страна меньшая, он беднее. Для россиян украинец страна меньшая, зарплата была меньше, понятно, средний украинец беднее. Вот так вот, друзья мои, там встретили, а тут встретят тоже, ну, вилами. Вот это типичное, это мрачное. Это печально, друзья мои, ну, так и будет. Понятно, будет куча нормальных украинцев, которые встретят тех молдаванов, ну, все будет хорошо, но, друзья мои, все да не все будет хорошо, повторится вот это с Санжарами, это я отвечаю за свои слова, отвечаю, ну, это просто, ну, не дай бог, чтобы это все было, случилось, но, но тут даже, тут даже вот просто для себя я такую параллель провел, да, сравнил, сравнил нас, украинцев, хотя это печально, и соседи наших справа, слева, как мы похожи и как мы не похожи, да, ну, как-то так, друзья мои, как-то так. Ответить себе на вопрос, почему мы такие злые, почему вот мы такие злые, да, возможно, потому что бедные, возможно, потому что разочарованные, как-никак, знаете, жили мы там, нету, жили в том Советском Союзе. Несмотря на все десятки его минусов, особенно позднего Советского Союза, ну, многие видели эти минусы, особенно кто поумнее, несмотря на то, что им там и полисадничек какой-то дали, и квартирку, они все равно видели эти жирные чиновичьи рожи, они видели эти минусы, они видели этого меченого, им не нравилось, куда это все шло. но все равно, оказывается, несмотря на все эти десятки минусов, это было хорошо, это был вообще рай, получается, ну, а получается, а когда еще было, вот я задал себе вопрос, когда было самое счастливое время, ну, вот застал ли я счастливое время, когда было за последние, там, 300 лет, я не смог себе назвать, за последние 100 лет, когда было самое, там, хотя бы спокойное пятилетие, я не говорю уже, там, за 50-летие, а это, друзья, наверное, 70-е годы какие-то, да, когда, там, понятно, тяжелые эти революции, войны прошли, началось отстраивание, и люди поподрывались, и на этом энтузиазме, тем более, там, в 60-х, ну, какая коррупция, минимальная, мне кажется, хотя я там еще и в планах меня не было, но я так считаю, что коррупция была минимальная, все строилось, и на энтузиазме люди строили, понятно, там, уже пришли вот эти, блин, кузькина мать вот эта пришла, а потом тот с бровями, блин, которые у него срослись, аж, блин, я не знаю, что у него там, циркуляция крови была между глаз или что, смотреть любил на все, ну, короче, то есть уже, как бы, лидеры были не самые, как говорится, лучшие, но тем не менее, потенциал, потенциал, по накатанному шло, шло, и вот как раз, наверное, вот я так подумал даже, там, свою фотографию, вы знаете, я увидел это, меня задумало натопнуться, я увидел, я 84-го года, и я увидел свою мать, которая вела меня годика 3,5, мне было, как сыну моему, 4, наверное, она вела меня по Одессе, это была старая, черно-белая фотография, но это была центральная улица, и на этой фотографии было запечатлено все, и я все понял, друзья мои, я увидел счастливые лица этих людей, это был там 85-й, 6-й, 7-й год, я увидел счастливые лица этих светлых людей, и вот я пришел почему-то к выводу, хотя я, уж поверьте мне, я копал на этот Советский Союз, на всех этих лидеров, на эти все гулаги, я там такого накапывал, я знал все эти минусы, я знаю, но, несмотря на все они, то, что есть, и то, что я знаю, выходит, это было оптимальное время, ну, выходит так, друзья мои, ну, вот так и получается, и почему мы такие злые, вернусь к разговору, да потому что, потому что бедные и разочарованные, а почему же разочарованные, потому что, получается, мы тогда жили, как бы, довольно-таки неплохо, но нам сказали, нет, друзья, вы живете отвратительно, отвратительно, посмотрите на Париж, посмотрите на Женеву, на Венецию, это рай, и говорит, вам надо тут все делать по-другому в этой вашей стране, вам надо брать в свои руки независимость, и вы заживете лучше в Швейцарии, потенциал-то у вас какой, поглядите, у вас, ну, у нас-то было на момент обретения независимости, а потенциал там, какая там, пятая экономика в Европе, и что за 30 лет мы получили? 55-я, наверное, в Европе, вот, поэтому вот эта разочарованность, вот оттуда и злость, а где-то у каких-то соседей, да, я смотрел, да даже, блин, уровень жизни, вот, Украины последние годы, да, я смотрел, блин, в Казахстане, друзья мои, лучшие, хоть и украинцы, опять же, высокомерно к этим относятся, к азиатскому соседу своему, высокомерно, ну, он не такой беленький, не такие они там прямо аж, ну, это я так вам говорю, поэтому вот и какая-то злость такая, да, вы знаете, и сейчас вот из-за того, что вот мои земляки вот такие, их уже не сильно и в Европе любят, не сильно любят, а очень много украинцев мне пишут со слезами, они мне голосовые рыдают, рыдают и говорят, такие истории рассказывают, друзья, просто рыдают со слезами, ну, мы договариваемся, это опубликовать я не буду, но они просто рыдают и в открытую говорят, мы очень сейчас сидим там в какой-то европейской стране, не буду называть какой, и мы прямо, ну, все настолько печально там в Украине, в наших городах, все настолько печально, что мы зависим от этих, от этого пособия в пару сотен евро, просто, вот если не будет его, ну, это просто смерть, просто тупик, и, говорит, мы боимся пикнуть, мы зависим, и в то же время, друзья мои, вчера, что я наблюдаю, выехали мы с Франции, едем мы в одну страну, правее, скажем так, не на многом далеко мы отъехали, заехали в какой-то магазин, по итогу это оказался большой торговый центр, идешь, ну, лица заморские, может, там какие-то мои земляки и проходили, ну, не заметил я, как бы, там, белые люди везде, и тут я слышу речь, по-русски они, не по-русски разговаривали, идет пара, молодая, мальчик, девочка, мальчики, две девочки, мальчик, значит, цыган, ну, черный-черный такой, ну, как цыган, не знаю, ничего против цыган не имею, почти, цыган, с ним девочка, лет 17-18, красивая такая, капец, ну, именно, очень красивая, худенькая, лицо красивейшее, именно, класс, и вторая девочка, ну, прям противоположность, абсолютно некрасивая, я еще вспомнил, да, всегда, когда две подружки, ну, часто вторая некрасивая, потому что, ну, правила никто не отменял, а правило гласит следующее, лучшая подруга, лысая подруга, и вот идут эти три человечка, я, понятно, ну, прошли они мимо, ну, 18-летние, друзья мои, ну, 40-летние, что я буду им там что-то там, тем более там, пока жена со старшим в туалет, я там младшего утихомиривал, проходят они, и тут я смотрю, вот просто так смотрю за ними, и происходит что-то, что меня заставило сфокусировать на внимание, парень резко останавливается, говорит, давайте, вперед, они идут, я еще думаю, что, неужели воровать пошли, оказывается, смотрю взгляд, куда они нырнули, ну, в отдел, в магазинчик, в секс-шоп, они нырнули в секс-шоп, он выждал секунд 40 и зашел следом, мне так стало интересно, ну, что там происходит, ну, это как бы молодые люди, там, ну, у них-то точно там со всеми этими инстинктами, позывами, гормонами, ну, ты что, цыган, 18-20 лет, да у него, ты что, 7 раз в день, ну, куда, если не 17, они же такие, зачем им секс-шоп, может, там, что-то, какую-то насадку он себе захотел, с шипами, там, или, или, там, двухстволку, чтобы, ну, короче, я не сдержался, взял малого, и типа, типа, с ребенком на руках, прошел, заглянул, они там именно угорают, ну, представьте, там, эти всякие, висят огнетушители с шипами, всякие эти, ну, мерзости, богохульство вот это на стенах висит, плюс-то европейка стоит, такая, ну, смешная-пресмешная, а эти трое там именно, ну, блин, 17-18 лет, я помню, я первый раз зашел в 14 лет в секс-шоп, там, да, меня выгоняла эта продавщица, я там, как увидел, я, я же не знал, я-то, что, маленький девственник, я там и порнухи не было, телевизора не было, я и не знал, я там думал, что в пупик детки делаются, дядя на тетю ложится, и пупик пупиком, ну, я думал так, плюс это пуповина в каком-то фильме, я увидел, обрезалась, я думал так, я же не думал, что все обстоит, именно грехопадение это такое, плотское, именно, именно штыковка, именно ох, я, ты что, я, когда я там в том секс-шопе побывал в 15 лет, ты что, вы бы видели, там, что, это именно, это именно было, именно, ты что, торнадо именно, и эти зашли туда, понятно, га-га-га, ги-ги, га-га, ну, и понятно, там, и местные, там, все, ну, как бы, культурные, там, центральная Европа, люди ходят, и тут, как бы, оно слышно, хоть это большой торговый центр, но они так себя начали вести, так громко, так вызывающе, именно, плюс, сфотографировать, там, на фоне этих всяких, я же слов таких боюсь выговаривать, это именно, это богохульство какое-то, и, конечно, я там удивился, потом улыбнулся, а потом вечером себе, так знаете, ехал, ехал и задумался, а вот почему европейцы и нас не любят, да, одни беженцы порядочные, какие-то взрослые, пожилые люди, которые, блин, лежат, дрожат, блин, зависят до копеек, от тех копеечек, а вторым именно, а-а-а, именно, блин, вагина, вагину они увидели с шипами, блин, розовую, и вот им смешно, гигантское, ну, то есть, вот, ну, как-то вот так вот, знаете, как-то вот, вот так вот и портится отношение к нам, и что делать, ну, я им замечания не сделала, был бы, ну, а по-хорошему, по-честному, да им не то, что замечания надо сделать тем, тем юнцам, им шею надо намылить, и не отпускать, а поставить, на скамейку посадить и мораль прочитать, и сказать, ну, именно, ну, именно, ну, куда, ну, ты что, в стране, блин, такое происходит, там, куча людей поумирала, куча, блин, детей потеряла, ну, именно мрак, ну, воздумайте сами, это, это, это понятно, там, ну, блин, ну, это ужасно, если вот так вот взять, перемотать в голове сколько трагических судеб, вот этого всего, ну, это, и это случилось с нами, и вот это продолжается, и непонятно, чем это все закончится, возможно, ядерным апокалипсом, они ходят, розовую вагину фотографируют, селфи на фоне ее делают, ну, блин, ну, я говорю, я именно разозлился потом, я не знаю, чтобы я им всем сделал бы, блин, ну, очень что-то нехорошее, ну, вот, как бы, ну, это, блин, порочит и мою честь, как украинца, и других порядочных украинцев, и вот таких случаев много, и с Польши мне друзья писали, тоже, говорит, мы так встретили украинцев, потом начали, кстати, вот, за тинейджерами и поляки были недовольны, а потом увидели, говорит, что ваши дети там понабиваются этих алкогольных энергетиков, там, по машинам бегают, стекла бьют, ну, так хулиганят, и, ну, развлекаются, и то даже в Польше мы тоже были в Щецине, в этом городе недавно проезжали, заехали там мясо затарить, что мне гнилось в глаза, куча, знаете, вот эти сейчас у тинейджеров мода какая-то, фиолетовые волосы какие-то, черные губы, ну, они какие-то как фрики, эти одежды какие-то там, и вот там стайки этих украинских подростков 13-летних, и они там, ну, такую чушь, какую-то я даже этих русских фраз слышал, мне прямо хотелось им поджопников понадавать, вы что именно, именно, и вот, посмотрите, вот, 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 вот почему в Европе испортилось отношение, а я вам скажу, и в России к украинцам испортилось отношение, это кто-то из моих подписчиков, тоже мне письмо большое написал, говорит, вы знаете, говорит, вы не едете, говорит, сейчас в Россию, я говорю, ну, как бы, спасибо за отговорку, я говорю, и не ехал, мы пока там во Франции были, там, говорю, ну, а он говорит, а знаете почему, я говорю, нет, ну, интересно, как раз я тогда собирал информацию о украинцах, которые в России, и, в принципе, все было нормально, ну, я же говорю, никто не написал, не написал мне, что их там притесняют, бьют, там, позабирали детей, нет, а этот мне написал, говорит, а знаешь, почему, после того, с последнего события стрельбы в Подмосковье, говорит, сейчас каждый твой земляк, который к нам заезжает, это потенциальный, недобросовестный, который провозит, ну, вы поняли, не хочу слово на букву Т, говорит, говорит, это потенциальная угроза нам, каждый украинец, вот так вот они нынче считают, вот так вот, друзья мои, поэтому вот так вот я это все сопоставил, эти пазлики в голове, ну, и мне стыдно, вы знаете, как-то вот так, вот такая правда она, вот такая крайне горькая и неприятная, даже для меня, я, по сути, о себе говорю, украинец, одессит, да, ну, ну, именно, ну, вот как-то так, вот только так, вот по-другому никак, вот только так, вот именно так и все, и точка, поэтому, друзья, не знаю, не знаю, не нравится мне это все, не нравится, и а что делать, да, зададим вопросом, станем ли мы добрее, светлее, нет, нет, только злее, куда все, блин, столько родичей друг потеряли, столько мрака, столько нервов посажено, настолько, настолько беднее мы стали, мы жили, блин, небогато, еще беднее стали, блин, восемь, шесть-восемь раз, плюс эти тарифы будут только расти, нам именно, ну, именно власть нас радует именно окончательно, плюс эти батальоны Монако, все именно, посмотрите, где элита, а где бедняки, ну, то есть это уже просто трещина именно, блин, марианская впадина между этими людьми, к чему тут радоваться, друзья мои, к чему радоваться, ну, лично я не радуюсь, не знаю, как-то так, мне печально, точка. Субтитры сделал DimaTorzok